Это программа День с толком в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Привязывала детей к мебели, довела ребенка до смерти. В Бийске будут судить воспитателя частного детского сада. Тренировка русских витязей в Барнауле собрала огромную пробку. Когда еще можно будет увидеть авиашоу над краевой столицей? Школьники из Алтайского края прогулялись на атомном ледоколе до Северного полюса. Как дети попали в увлекательную экспедицию? В Барнауле из окна многоэтажки выпала 12-летняя девочка. Об этом сообщают в соцсетях. Трагедия произошла вчера в полдесятого вечера по адресу проезд Северный Власихинский, 86. От полученных травм ребенок скончался на месте. Также по сообщениям очевидцев, на проспекте Энергетиков 4 с общего балкона упал человек. На данный момент подробности неизвестны. К другой теме. В Бийске за смерть полуторагодовалого ребенка будут судить воспитателя частного детского сада. Следствие установило, что в январе 2023 года 51-летняя жительница Бийска в своей квартире организовала частный детский сад. Происшествие случилось год назад. Женщина кормила ребенка на диване, не оборудованном для приема пищи. Еда попала в трахею и бронхи мальчика, что привело к асфиксии. Бийчанка, не вызвав скорую помощь, провела реанимационные действия самостоятельно, что спровоцировало смерть ребенка. Кроме того, следствие доказало причастность обвиняемой к оказанию услуг несоответствующим требованиям безопасности. Женщина в воспитательных целях привязывала трехлетнего мальчика веревкой к мебели, а также причиняла ему телесные повреждения. К слову, обвиняемая не обладала ни педагогическим, ни медицинским образованием. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. Кредиторы выбивают жительницы Алтайского края долги за умершего родственника. Женщина одна воспитывает ребенка-инвалида, семья живет очень скромно, а последние копейки бесцеремонно списывают финансовые организации в счет уплаты чужого долга. Насколько это законно и можно ли помочь в данной ситуации, узнавали наши корреспонденты. Наталья Свечникова – героиня наших сюжетов. В 2021 году она жаловалась на перебои с поставками угля в родном Локтевском районе. Тогда, после огласки в СМИ, получилось снизить градус проблемы. Сегодня новая напасть. Женщину атаковали кредиторы. Финансовые организации списывают последние деньги за счетов женщины за долги умершего отца. Не успев похоронить, я обратилась в банки со свидетельством о смерти, где он всегда брал кредиты. Просто я прошла по банкам. И мое было удивление, что он задолжал во все банки. Общая сумма долга – около 400 тысяч. Цифра неподъемная для Натальи. Она в одиночку воспитывает ребенка-инвалида. В месяц на двоих у них порядка 30 тысяч. Это и на коммуналку, и на продукты, и на лечение дочери. С меня уже в потребительском кооперативе на второй день после похорон взыскали деньги в размере 5500. И сказали каждый месяц приносить эти деньги. Причем банки начали списывать деньги еще до того, как Наталья вступила в наследство. Юристы нам пояснили, что такие действия кредиторов незаконные. Долговые обязательства ложатся на плечи человека лишь после официального вступления в наследство. В будущем Наталья Свечникова, конечно, планирует это сделать. Тогда уже по счетам платить придется. Под угрозой жилплощадь. В принципе, могут реализовать эту квартиру и рассчитаться. Это, наверное, был бы самый лучший вариант, вот как вот в нашем случае. Если же таково не произойдет, то в банк вправе уже к наследнику обратиться через суд и через судебный орган взыскивать сумму задолженности. Здесь могут и пении, и неустойки, и полностью все пойти за пользование денежными средствами. Если в добровольном порядке наследник не выплатит сумму, ему грозит принудительное взыскание. Недвижимость может уйти на торги. Но уже с уценкой 20%. Поэтому лучше найти возможность своевременно погасить задолженность. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Больничный клоун заболел, и теперь уже ему требуется помощь. Известного барнаульского волонтера, который долгие годы заряжал своим позитивом маленьких пациентов, воспитанников детских домов и инвалидов, сковал инсульт. Вот уже месяц, как Игорь Якуба прикован к постели и нуждается в реабилитации, которая стоит немалых денег. Тему продолжит моя коллега Елена Макаренко. Алтайский волшебник Игорь Якуба. Человек-радуга, символ радости и счастья. Все свое свободное время он старался дарить позитивные эмоции всем, кому они остро требовались. Больше 10 лет серебряный волонтер устраивал благотворительные концерты для юных пациентов, онкогематологии и других больничных отделений, воспитанников детских домов и инвалидов. Но так случилось, что добрый больничный клоун сам заболел. Месяц назад у Игоря Якубы случился инсульт, и с тех пор он прикован к кровати. Для восстановления физического состояния нужна реабилитация. Коллеги-волонтеры Игоря Якубы, узнав о случившейся беде, организовали сбор средств. Финансово осилить реабилитацию семье пенсионеров, в которой воспитывается двое несовершеннолетних, один инвалид, будет сложно. Алтайское отделение Российского детского фонда призывает всех неравнодушных оказать посильную помощь. Барнаульский волшебник в ней очень нуждается. Елена Макаренко, день с толком. И снова гол в небе. Сегодня в Барнауле состоялся второй тренировочный полет пилотажной группы «Русские витязи». Сотни жителей города приехали к речному вокзалу, собрав огромную пробку. Горожане наблюдали за истребителями с 15.00 до 15.30. В «Витязи» показали высший пилотаж над акваторией Аби. Напомним, первый полет состоялся 27 августа, когда группа только прибыла в Барнаул. Основное выступление авиационной группы запланировано на празднование Дня города завтра, 31 августа, с 17.00 до 18.00. Итак, завтра Барнаул отметит свой 294-й день рождения. В эту субботу для гостей и жителей Крайовой столицы в разных районах города подготовили несколько интересных и разнообразных площадок. В преддверии праздника наша съемочная группа прогулялась по улицам города. Уже завтра Барнаул отметит свою 294-ю годовщину. Жителей города ждет яркая программа. Барнаульцы смогут посмотреть на выставку ретро-автомототехники. Она пройдет на парковке возле здания Старого базара. Всех любителей машин и мотоциклов будут здесь ждать с 9.00 до 15.00. Сейчас организаторы активно готовят локацию для экспонатов советского автопрома. Подготовка идет и на одной из главных праздничных площадок Барнаула. Традиционно площадь Сахарова станет для барнаульцев одной из самых крупных праздничных площадок. Мероприятия здесь запланированы с 10.00 до 9.00. Откроет праздничную программу выставка промышленных предприятий. В полдень здесь запланирована спортпрограмма. А уже с 16.00 только развлекательная. Творческие, ведомственные и студенческие коллективы региона покажут барнаульцам свои выступления. Неподалеку в парке культуры и отдыха Центральный проведут фестиваль национальных культур. Праздник начнется в 10 утра. Национально-культурные объединения Барнаула расскажут о своих традициях на языке танца и песни. Все желающие смогут попробовать блюда национальной кухни. Также вечером на площади Сахарова пройдет конкурс «Мисс Барнаул». Жители краевой столицы узнают имя самой красивой девушки города. А вот якорное событие этого дня барнаульцы увидят в небе. Главное событие дня города пройдет над акваторией реки Обь в 17.00. Барнаульцы увидят выступление авиационной группы «Русские витязи». На самолетах Су-30СМ летчики покажут высший пилотаж. Наблюдать за полетом лучше с набережной или на горного парка. Ну и, конечно, празднование дня города не ограничится мероприятиями в его центральной части. В индустриальном, железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах пройдут творческие встречи, выставки и тематические проекты. Хоть в этом году день города пройдет без салюта, но вполне очень даже празднично. 294-ю годовщину будут отмечать на разных площадках краевой столицы с 9 часов утра до 9 часов вечера. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком. И к другим темам. Группа «Комната культуры» выпустила клип, снятый в Барнауле. Съемки клипа на песню «Все они о тебе» совпали с сильным ливнем. В тот день затопило улицу Молотобольскую, где и проходил съемочный процесс. Еще одна площадка должна была быть в поле, но в итоге решили, что пробежаться по огромным лужам будет интереснее. Как рассказал солист «Комнаты культуры» Женя Трофимов, получилась полнейшая импровизация. Главной героиней клипа стала актриса Стасия Милославская. Известная по ролям в картинах «Огонь», «На острие», «Стрельцов». Она специально приехала из Москвы в Барнаул. Трое школьников из Алтайского края прогулялись на атомном ледоколе до Северного полюса. Десять дней в пути, свыше тысячи миль и никакой связи. О том, чем занимались ребята на корабле и что увидели, расскажет Данил Кузнецов. Эти ребята только прибыли с Северного полюса. Трое школьников из Алтайского края смогли туда попасть благодаря проекту «Ледокол знаний». Полина Ясько и Виктория Бочарова прошли из-за участия в программах «Сириуса». А вот Михаил Новосельцев через общий конкурс, где было 15 тысяч заявок. Он смотрел вебинары, участвовал в викторинах и решал задачи. На атомном ледоколе ребята были без мобильной и интернет-связи 10 дней. Они слушали лекции, участвовали в мастер-классах и играх, а также посмотрели кино и познакомились с научными разработками из разных сфер. А по прибытию на Северный полюс танцевали и фотографировались. На обратном пути заглянули на землю Франца и Иосифа, где увидели птичий базар. Это очень удивительное место. Когда ты туда подплываешь, ты видишь большую-большую скалу, и вот вокруг нее летают какие-то маленькие точки. А когда подплываешь ближе, видишь вот скала, а на ней всякие уступы. И вот на них сидят прям вплотную друг к другу птицы и стоит просто дикий крик вот этих прекрасных животных. Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» провели уже в пятый раз. В общей сложности участники преодолели свыше тысячи миль. Притом в этом году среди основного состава из 63 школьников были иностранные гости. Например, из Индии, Китая, Венгрии и ЮАР. Не исключено, что в следующем году повезет и другим маленьким жителям Алтайского края. Даню Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Отвлечь от тяжелых будней и зарядить детей и их мам хорошим настроением. Такая цель была у представителей общественной организации «За своих». Именно они собрали в цветочном салоне жены и детей участников СВО, чтобы научить их создавать композиции из живых цветов. Это уже вторая встреча. На первой все вместе создавали изделия из глины. Подробнее с фюжетом. Цветы почти всегда ассоциируются с праздником, поэтому понятно желание организаторов мастер-класса собрать семьи участников СВО именно в цветочном салоне. К тому же создание композиции из цветов – процесс творчески увлекательный и приятный. Основная цель нашего мастер-класса – это именно отвлечь семьи участников СВО от их повседневных тревог, переживаний и забот, чтобы они занимались совместным творчеством. «Даже если это будет всего час, и выйдя за пределы данного помещения, их отвлекут бытовые проблемы, но этот час он навсегда останется в их голове». «Каждому выдадим губку. Вы пойдете и самостоятельно начнете с самого нуля, как будто бы вы новые юные флористы». Профессионал в помощи. Детки, как взрослые, так и малыши, с удовольствием включились в процесс создания композиции из живых цветов. Влажная губка – основа букета. Она держит и питает его. «Мы будем делать флористическую композицию с акцентным цветком. Самый главный цветок, который ставится в композицию. Они ставят акцентный цветок, и дальше уже по цветовому решению, кому как ближе, в какой цветовой гамме. Кто-то захочет более нежное, кто-то захочет более яркое. Мы будем дополнять другими цветочками». Буквально полчаса, и букет из роз, хризантем и других цветов оформляют красивой бумагой и лентами. Произведение искусства готово. «Мы вот с маленькой собирали свою композицию. Нам все понравилось. Уже шикарный мастер-класс. Все здорово». «Я бы свой букет социировала с радостью». Теперь композицию можно поставить дома или подарить маме, бабушке, учителю. А еще сфотографировать букет и отослать фото папе. «Поверьте, как бы мужчины не относились к цветам, но когда ребенок фотографирует букет и отправляет фотографию папе, который находится там, без связи и в нечеловеческих условиях, порой раз долетает эта фотография, у взрослых мужиков военных у них слезы градом». Судя по довольным лицам, отвлечься от рутины и забот получилось. Тем временем организаторы уже продумывают очередное совместное занятие на октябрь. Правда, чем займутся ребятишки и их мамы, пока оставили в секрете. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. А далее история о тех, кто не смог остаться в стороне. Сибирская медиагруппа запустила проект о волонтерах СВО «Все свои». Семь роликов, семь человек, которые доказали, что и один в поле воин, если им движет искреннее желание помочь. В этот раз мы собрали тренажеры, различные комплексы. Это для десантников, которым помогаем. Ребята очень просили. Эта история для Александра Злючева и начиналась со спорта. В свое время он был инструктором по рукопашному бою в силовых структурах. Потому и в спецподразделениях у него до сих пор много друзей. И хоть сам уже давно стал фитнес-тренером, с началом СВО понял, что в стороне оставаться не может. С начала спецоперации ко мне многие друзья обращались, которые были контрактники, добровольцы. Помочь им достать, найти экипировку, какую-то тактическую медицину. Средства радиосвязи. А позже Александр узнал, что в городе есть еще волонтеры, которые помогают нашим спецподразделениям. Так и появилась группа «Разведка Сибирь». Мотоциклы, шины, средства связи, коптеры и, конечно, продовольствие. Сейчас собирают примерно для 20 подразделений, где иногда буквально все свои. В нашей семье волонтерами являются все. И моя мама, и дети, и муж, и, соответственно, я. Потому что мой родной и младший брат сейчас находятся в бахмутской группировке войск. Поэтому вопрос, помогать или не помогать, он сам по себе отпадает. В нашем крае теперь больше 20 волонтерских движений, объединивших общей целью сотни самых разных людей. И у каждого есть своя история. Как и зачем он стал добровольцем. Своя позиция. Проект «Все свои» как раз и соберет портреты героев тыла, про работу которых, как они считают, должен знать каждый. Львиная доля того, чем обеспечиваются наши ребята на передовой, это вот как раз достигается именно за счет сплоченности между волонтерскими организациями, между нашими жителями Алтайского края, которые круглосуточно, впрямую, бесконечно оказывают помощь. Проект «Все свои» поддержан грантом президентского фонда культурных инициатив. До марта 2025 года выйдет 7 видеороликов. Увидеть их вы сможете на площадках сибирской медиагруппы, в сетевых изданиях «Толк», «Бийский рабочий», «Бийском телевидении» и телеканале «Толк», а также в социальных сетях медиагруппы. И услышать ответы героев проекта на самые важные вопросы. Если мы это делать не будем, у нас просто родины не будет. Николай Потешкин, Андрей Печоркин и Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...